Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, и вы не хотите таблеточку Родостина? Нет? Тогда вы такие же, как и я, откащики. Почему-то сохранялочка отправила Артура Гастингса снова назад, к тем людям, которых он недавно только что уложил. Теодор Майнер, пуст, мертв. Какие сильные кулачищи у Артура Гастингса. А он всего лишь работал редактором, редактировал старые газетки, зачеркивал, зарисовал, замалевывал те статейки, которые вызывали плохие эмоции у людей. Да. Мир должен быть вокруг прекрасен. Так, наверное, легче, может быть, управлять людьми. Не знаю, кто это придумал и зачем, но на самом деле, когда глаза у Артура Гастингса открылись, он увидел совсем другое. В пневматическом сейфе здесь у меня есть зонтики. Я, наверное, какую-нибудь выберу. Не такой уж веселый зонтик или, может быть, веселый зонтик. Я вижу у не такого уж веселого зонтика урон побольше. Ну и тяжесть побольше. Ну и скорость поменьше. Ну и кровотечение есть. В общем, выбор за мной, но я, наверное, все-таки возьму его. Да? Черт, сколько у меня всего. Всякие разные морковки, черная смородина. Я вроде бы это все подбирал там, наверху, но почему-то оказался снова внизу. Ну ничего страшного. Мне нетрудно еще разочек выйти из убежища и взглянуть на мир, какой он есть. А здесь ничего хорошего. Похоже, я не знаю. Ну, были или недавно военные действия, или они до сих пор продолжаются, или что. В общем, я думаю, что я узнаю. А может быть, я уже это прозевал? Подобрать камень. Вот, например, при продолжительном использовании оружия может сломаться. Также открытое ношение оружия расстраивает людей. Не будем расстраивать людей. Керлит Стеймс. Мертва. Ну давай посмотрим, что у тебя. Нет? Похоже, или у тебя ничего не было, или тебя кто-то обобрал. Прочь из Веллингтон-Уэллса по юго-западной железной дороге. Такс. Рюк, люк, люк, люк с рельсами. Ну, в общем, на карте я вижу один только пункт. Это вода. Вода. И отправная точка добраться до станции. Но мирок-то надо осматривать. Обнюхивать. Облазивать. Подожди, что-то, что-то где-то. Открыть багажник. Заперто. А отпереть? А чем я топру? Камень. Интересно. Какая большая ценность. Камень. А может быть, он мне когда-нибудь спасет жизнь. Кто его знает. Так, а ну-ка еще разочек. Сюда. Нет. Здесь уже нет камней. Немножко повторюсь. Немножко здесь еще похожу. Заперт. Отпереть. Смотри, как просто отбирается багажник. Спрятаться можно. Здесь я уже был. Приемник монет. Да, здесь я все обыскал. И все. Все забрал. Тогда пошли потихонечку к тому месту. К тому столику. Мне надо было как что-то там выполнить. Какое-то задание. Говорилось о розах. Но я не знаю, почему-то сейчас этого здания я совсем не вижу. Так, ребятки. Ну, у вас ничего нет. Я вижу, да. Пустая баночка осталась. Чайная чашка подобрать. Хотя, зачем я это все... Ну, потом буду сортировать. Вода, 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 вода. Может быть, где вода? Вот прямо где-то там по курсу вода. А может быть, заглянуть в какой-нибудь из домов? Открыть? Да уж. Кухонный стол пусто. Шприц подобрать пустой. Пластку ткани, гнилой лук. Ой-ой-ой, зачем ты залез? Слез с плиты. Вдруг она включена. Древесный уголь. Взять все хорошо. Ну, навряд ли здесь кто-то живет. Колыбелька, господи истусик. Когда Веллингтон Уэлси в последний раз рождался ребенок. Древесные угли, перо, большая щепка, ветка. Взять все хорошо. Кьюшка это что? Это оружие, да? А если спрятать? Спрятать, пожалуйста. Пошли посмотрим на втором этаже. Осмотреть? Что это на кроватях? О боже. Так значит, я не один вспоминал про детей. Логично, здесь весь никто не принимает ртестсин. Невидимка. Но дело в том, что я вот... Где, подожди, где мы вообще? Одежда, костюм. Кстати, да, жизненные показатели. Здоровье 35. Не такое уж и большое. Родости на ноль. Потеря памяти, как бы не страдаю. Усталость не присутствует. А вот голод и жажда уже присутствуют. И это значит, что я буду, наверное же, получать урон. Мне нужно подумать, что бы мне съесть. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. Сколько здесь игрушек. Чайная чашка. Зачем, ну, подбирать их бесконечно? У меня и так их много. Этих чайных чашек. Я думаю, что направится к воде. Ну, а где найти еду? Где найти еду? Мне нужна еда-то в конце до концов. Открыть багажник. У нас ведь был пес, правда? Еще в раннем детстве, до войны. Его звали Страйп. Страйп? Ты вспомнил? Лунсовый обычный. Собрать только в ночное время. Да ну ладно. В ночное время? А вы можете наполнить здесь флягу на случай. Так, после еды максимальная выносливость ненадолго увеличивается. Когда вы очень голодны, максимальная выносливость уменьшается. Когда вы пьете, расход выносливости снижается. Когда вы очень хотите пить, бег расходует больше выносливости. Очень хотите пить. Умереть вы не умрете. Но все равно не забывайте есть и пить. Это полезно. Это полезно для здоровья. Слава богу, что я не умру. А если у меня фляга? Нужна фляга, да. Нужна фляга. У меня ее нет. Ну я на всякий случай нажму, но нет. Ничего не получается. Но я могу попить. Я могу попить. И теперь я более вынослив. Да? Ну что, продолжим осмотр ближайших территорий. Только в ночное время. Только в ночное время. Черная смородина. Могу собрать. Ягоды и ветра сутся так повсюду. Так вот, их не посе можно есть, пока пап не найду. Ха-ха-ха. Да? Давай-ка разберемся тогда, как их есть. Выносливость снижена. А если проверить? Да, выносливость прям снижена существенно. Ты смотри. Хорошо. Где мои черные смородины? Черная смородина. F использовать. Съели. И... И подожди. Давай посмотрим. И голода больше нет. Я просто объелся одной ягодкой и черной смородины. И все хорошо. И все замечательно. С черную смородину нельзя пропускать. Э. Спокойно. Спокойно, ребята. Что это такое? Эвелин. О, времена и нравы. Пусто. Какая-то очень тревожная музыка, как будто здесь кто-то что-то наблюдает за мной. А знаешь, на самом деле рядом-то есть кто-то. На самом деле-то рядом вон стоят эти люди. И я думаю, что они какого черта. Но может мне и не надо сюда идти? Зачем я сюда пришел? Зачем я сюда пришел? Это что за точка? Найти флягу. Наставление гидротации найти флягу. А, может быть мне надо в ту зону и отыскать флягу? Тогда, пожалуй, я не буду здесь. Хотя нет, буду. Я немного осмотрю, что здесь может быть чего-нибудь. Ящик обыскать. Нужен гвоздодер. Выбить. Каким способом? Ах, вот как. Пусть горят огни изолента, открученный вид, тайник. Черт. Сколько всего неизведанного и неистроганного. Так, хорошо. Гвоздодер скоро, наверное, будет сломан. Что я, собственно, подобрал? Зачем это мне все нужно? Закручивать по часовой. Полезный ингредиент. Большая щепка. Так, это что? Гниющее мясо. Гнилый лук. Перо. А то, что я нашел какой-то матерьез, что-то было написано, какая-то книга или что это такое? Рукопис, на чем привяжи нитку. Записка, чаепитие, статистика. Пошел я отсюда. Пошел я отсюда. Пошел я отсюда. Найду флягу. Она где-то здесь должна быть. А здесь кто-то живет. А может быть и нет. Чайник обыскать. Ну, давай обучим чайник. Черная смородина, конечно же, взять. Кухонный стол, медицинский спирт. Это тоже пригодится. Пусто, пусто, пусто. А в этом чайник... Господи, как же тут воняет. Лостку ткани. Почему? Возможно, стоит взять с собой повязки на всякий случай. Гнилой лук. Гнилое. Какая милая гнилая картошка. Не уверен, что стоит ее есть. Хотя можно, пожалуй, может, стошнит. Ну, не знаю. Обыскать древесный уголь. Угу. Груда камней. Взять. Взять. По неизвестным причинам люди не замечают Артура, когда он сидит. Если, конечно, он не успел их разозлить. Ночью, однако, этот прием не работает. Ночью сидеть, в общем, бесполезно, да? Странно. Как это все запомнить? Так. Хорошо. Я помню, что мы сделали. А уже ночь, да? Ночь. Ну, здесь никого нет. А может быть, хозяин спит? Господи, я помню. Я помню, я помню. Унитаз опускать, конечно же. Низкий комод. Пуст. Невидимка. Дневник Рейджинальда Снелла. Давай почитаем. Понедельник. Я не откачник. Для них, правда, не быть не может. Я бы с удовольствием поднимал радостей, но не могу, потому что меня выворачивает наизнанку. Но как он мог работать столько лет, а потом вдруг прекратить? Это несправедливо. Я скучаю по бабочкам и радугам. Надо думать о бабочках и радуках, а не о тех ужасах, что лезут в голову. В вторник я скучаю по Гамельну. Я прихожу к реке и прислушиваюсь, не идет ли на той стороне. Саймон говорит. В детстве я мечтал покинуть деревню и повидать мир. Сейчас я хочу только чашечку чая и прекратить чувствовать. Четверг. Вроде бы. Проспал весь день, а может и два. Серость растворяется сама в себе. Пятница. Цветы в садах дразнят, взрываясь пестротой в этом безрадостном краю. Зачем нас выгоняют из деревни? Что с того, что мы не можем принимать радостин? Они бы стали только счастливее, зная, что они это могут. Боже, боже, я вспомнил, что мы сделали. Ну где хозяин? Вестник. Подобрать. Хватит уже этих душераздирающих колонок. Этого и добивались повешенные агитаторы. Если бы им удалось уничтожить реестр детей, весь город был бы обречен. Пишите о результатах футбольных матчей и воздержитесь от разлагольствований. Еще чего не хватало, чтобы полиция искала каждого тома Дикой Гарри, которые позаботились о тех родителях-отщепенцах. Что теперь полиции? Весь город арестовывать? Отмычка, металлические детали, взять все. Письмо Виктории. Выражаю несогласие с вашей недавней колонкой о расправе с диверсантами. Эгоистические родители попытались уничтожить реестр детей, чтобы их собственных не взяли в заложники. Их действия пощечина каждому, кто отправил сына на войну. Мы все должны выполнять наши обязательства. По старой английской традиции труса вешают, чтобы подбодрить остальных. Именно этого диверсанты и заслуживают. Взять. Взять. И грижа фляга. Почему-то я не отыскал еще фляги. Они были совсем маленькими. Так, а сюда? О боже мой. О боже мой. Ужасно романтично. Они были вместе до самого конца. А я могу? Могу. Конечно, могу. Подойти поближе. Руперт. Вообще-то мне кажется, что вы должны иметь денег. Да ладно. Музыка закончилась. Отмычка. Небо поляк. Рваный дождевик. Такси. Благодаря британской находчивости, братья Белпит, которые заболели корью и не смогли на прошлой неделе сесть на поезд в Германию, все-таки воссоединяться со своими друзьями. Генерал Бинг распорядился, чтобы братьев доставили в Бристоль на такси. И они успели как раз к отплытию немецкого лайнера, на котором они отправятся в Бремер-Кафин. Найти в наши дни работающие такси оказалось непросто, отмечает генерал. Но мы с вами должны делать все возможное и невозможное. Гаммельский вестник желает братьям Белпит счастливого пути на борту Святого Луки. Я сейчас не пойму. Вот все эти письма. Это, наверное, Англия была, может быть, оккупирована Германией. И как бы они своих детей отправляли... Отправляли туда. Гостичные родители попытались уничтожить реестр детей, чтобы их собственных не взяли в заложники. Их действие пощучено каждому, кто отправил сына на войну. Мы все должны выполнять наши обязательства. Может быть. Может быть. А может и не быть. Может быть, они направляли на войну с Германией. А может быть и нет. Может быть, и они отправляли уже своих сыновей в германские войска. В общем, не знаю. Кто-то старался этого всего избежать. Уничтожал реестр. Но видно, не очень все это хорошо. Дротик. Пожалуйста. Как мы могли. Как мы могли. Как мы могли. Дротики. Ну, у меня есть фляга. Это уже, наверное, хорошо. Я думаю, что можно отсюда вот и выбираться. Так, ну, я не знаю. Спать, отдыхать мне обязательно. У меня со здоровьем проблемки. У меня немного уже накапливается усталость. Я все-таки, наверное, схожу сейчас за водой. Потому что я вообще рядом с ней нахожусь. Как я это пропустил? Я же был здесь совсем рядом. А вот смотри, целый сундук с инструментами. Подождите, что это? Это блок? О, ммм, вот как. Открученный винт, изолента, механические части. Столько всяких винтов, саморезов, достачек, железных каких-то штучек. Я не знаю, где они пригодятся. Может быть, мы работать где-то будем. Водяной насос. Наполнить. Задание выполнено. Наставление эгидродации. Вы напились волю. Подожди, женщина. Я что, тебя мимо, что ли, прошел? Или по тебе прошел? Как я тебя не заметил? Откуда ты взялась, Пипа? Маббетта гордилась? Фляга. Ну, ничего себе. Я столько времени потратил, чтобы искать флягу, а она вот здесь лежит, эта женщина. Так, слушай, что же это самое? Мне же как-то подумать нужно о здоровье. Это все-то хорошо. Но... Целебный бальзам. Этого делать я... Лепесток... Подожди. А сейчас же ночь. Мне нужно собирать быстрее. Лепесток розы. Лепесток розы. Сейчас же ночь. Быстренько собираем лепестки розы, где они еще есть. Они мне помогут изготовить целебный бальзам и исцелить себя. Поэтому я сейчас пособираю смородинку. Я пособираю обязательно лоскутки. Я обязательно посмотрю на море. Лепесток розы. Или что? Это может быть... Озеро большое горное. Или может быть... Море. Но прыгать я не буду. Нет. Я откащик. Но я не самоубийца. Я это все соберу, потому что я думаю, что мне это будет очень нужно. Может быть, конечно, стоит все это аккуратнее делать. Груда камней обыскать. Потому что мало ли что. Мало ли кто. Здесь я не могу зайти. Почему? Почему? Или может здесь ничего и нет. Может сюда и не стоит совать свой нос. Розы, 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 розы собрать. Розы, розы. Это ты мне не нужен. Так, мы здесь были, правильно? Ну да. Я здесь был, но я здесь опять же понапропускал кучу всего. Так, ребятки. Розы, 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 розы. Может достаточно? Может. А? Что уже все? Луна, луна. Это луна цвет. Собрать только в ночное время. Черная смородина. Все. Я сейчас, наверное, все-таки постараюсь... Где? Целенный бальзам приготовить. Как это делается? Так, удерживайте, чтобы создать. Готово. Давай еще разочек. Готово. Давай еще. Отлично. Вам станет чуточку лучше. Немного восстанавливает здоровье. Может быть, собственно, почему нет? Изготовить целебный бальзам. Мы изготовили целебный бальзам. Где он находится? Вот он. Может быть... Может быть, он в ячейке быстрого доступа как-то... Как-то, как-то, как-то его... Подожди. Использовать... Предмет отобразится в следующей ячейке быстрого доступа. Сработало мне гораздо лучше. Первый насчет таких вещей, и никогда не ошибался. Ага. Ладно, потом разберемся. Добраться до станции. Ну, Розумана собирали, чуть-чуть изучили мир. Я думаю, что пора все-таки добраться до станции. Смотри-ка, там много чего интересного. Вот в той стороне. Надо все время идти, уткнувшись, не знаю, носом в землю. Мало ли что, найдешь. Моргнилсу дальше. Избиение младельцев. Какие-то мысли, Артур. Так. Мост Роркс Дрифт. Ладно, допустим, я подошел. Ну, как здесь на меня будут реагировать? Отличный костюм. Спасибо. Мне подарил на прошлое Рождество. Не торопись. Вернуться домой в деревню? Вообще-то я из парадного. Ха, тут ты не пройдешь. Тебе нужна одноразовая электронная карта, вроде те, что носят патрульный. Еще, аккумулятор. Не посоветую тебе, где лучше ограбить патрульного? Ой, смелых, значит? Нет, я тебе отдам одну в обмен на услугу. А вы не хотите вернуться домой? Куда? Говнюкам, которые выгнали меня из собственного дома? Вот, когда они все помрут от мора, тогда я вернусь. Есть кое-что, чего я хочу гораздо больше. Видишь тех ублюдков? Вон в том лагере в касках с оружием. Они кое-что у меня забрали. Вернешь мои вещи и отдам карту. Такое чувство, что это довольно опасно. Но ясен пень, опасно, поэтому я тебе и плачу. Найдешь меня вон в том селенце. Торгуем. Хорошо. А что за вещь? Медали мои свои. Орден за выдающиеся заслуги я получил после Дюнкерса. Окрест Виктории при Рамсгите. Ублюдки, показалось забавным, что я все еще хранил свои медали. Обосраться, как забавно. Еще тебе понадобится аккумулятор, чтобы дверь заработала. Их все те же бандиты поснимали. Ага, понял. Я что-нибудь придумаю. Ну, пора в лагерь и грабители. Может, я одолею их своими острыми, как брит... А острым, как бритого зубом. Подожди, я могу сюда залезть. Я могу взломать. Нет, зачем взломать? Я могу просто залезть и посмотреть. Запустить конденсатор. Нужен аккумулятор. Дружеское напоминание перед входом в деревню. Снимите грязную одежду. Примите прохладный душ. Наденьте чистую одежду. Воспользуйтесь духами мятой или розы. Примите радостин. Посмотрите шоу у дяди Джека. Поиграйте во что-нибудь. Спирит, отмычки. Пусто, пусто. Одноразовый механизм взломов сейфов. Дротик, тайник. Что это значит? Тайник. Обнаружен тайник. То есть, это автоматически отображается? Да, это автоматически отображается на карте. Мост, ротекс, дрифт. Пробраться в клуб. Нет, подожди. Это, мне кажется, задание. А тайник, вот он где. Тайник. И вот тайник. Отправная точка. Добраться до станции. А сюда мне нужно по заданию. Обыскать. Нужен гвоздодер. А у меня он есть. Вот и все. Один Солорен. Фух. Пыхтит. Так, ну что ж. Отправимся. Поищем, что же там. С этими бандитами, будь они неладны. Где эти ордена? По пути, конечно, все осмотреть. Все собрать. Щепки, угольки. Слушай, я думаю, что у меня скоро будет все переполнено. И я, естественно, все не смогу утащить. Я могу здесь, да, перепрыгнуть. Ну, пойду, пойду, пойду. Чтоб не провалиться. Это же настоящая крепость. Так, настоящая крепость. А там различные, может быть, сохранить или чего-нибудь сделать. Давай-ка пока осмотрим вокруг эту настоящую крепость. Лагерь бандитов. Лагерь бандитов. Только как бы лучше не спешить. Ну, куда-то тропиночка это и ведет. Обязательно она куда-нибудь меня приведет. Осторожней. Опля. А здесь-то можно и зайти. Ну, что это значит? Вот эти вот ножницы окровавленные. Может, не стоит это лучше делать? А куда дальше идет эта тропиночка? Так, может, как-то... Может, как-то... Может, как-то так? Что надо... Быть, наверное, предельно все-таки аккуратным. Нет, здесь я не могу забраться. О, ну, здесь я тем более не могу забраться. Нет, все-таки я думаю, что нужно вернуться назад. Наверное. Так, ну, дубина у меня есть. Может быть, присесть как-нибудь, да? Сундук. Отмычка, изолента. На тебе, пожалуйста. Что еще? Невидимочка. Это все, наверное, тех-техти не бушуй. Все, наверное, для того, чтобы сделать отмычку. Ну, отмычки же у меня есть. Найти боевые медали. Зашли-то мы зашли. Вот. Выйти бы как... Найти боевые медали Дэвида Лингенстона. Найти аккумулятор. Салли бы это понравилось. Нам ни разу не удалось сюда пробраться. Дэкс. А где-то... Все, есть. Лакерь. Мост. Где медали? Обыскать. Ну, я не могу. Это надо взломать. Внимание. Вы проникли в частную суду. Пустое все. Все пустое. Ого. Что это было? Дэкс. Где же бандиты? Лифт. Как уже придется воспользоваться лифтом. Надеюсь, никто не заметит. Я тоже надеюсь, что никто не заметит. Может, не стоит на корточках ходить, а? Заклинило. Черт, побери. Поехали. Нажать, 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 нажать. Мы заперли себя в тюрьме. Здравствуйте, ребят. Сегодня славный день. Воистину славный. Немного заходят так далеко. Это вроде как испытание. Те, кто заходит так далеко, обычно показывают неплохие результаты. Может, мне сразу достать дубинку? На арене. Послушай, а может, живым я вам буду полезнее? Кто тебя знает? Умеешь жонглировать? Я умею сочинять неплохие стихи. Я однажды и я победил в школьном конкурсе. Нет, Барта у нас уже есть. Сперва положи вещи в яшик. А не то оставим тебя умирать от голода. Куда я попал? Вы что? Давайте стихи буду писать. Сдать вещи. А вы их вернете, ребятки? Зачем я туда забрался? Ну, надо было мне идти другим путем. Черт. Черт. Вот это было зрелище. Лучшее представление за последнюю неделю. Наш новый гладиатор явился к нам из самой... Из самой администрации, если верить его бумажнику. Леди и джентльмены, поприветствуйте Артура Короля. Парадного района. А я думал, Кликуха уже такой Артур Парадный. Нет. Ребятки, ребятки, я же простой редактор. Вы что? Посмотрим, получится ли у него не запачкать кровью свой красивый костюм. Особенно своей. А оружие будет? Оружие какое-нибудь? Его противником станет наш двукратный чемпион Дэнни Дэфон. Дэнни. Дэнни, Дэнни. Подумай, подумай трижды перед... Ты умрешь. Прошу прощения, я не уверен, что я вас знаю. Конечно, ты меня не узнаешь. Ты выкинул меня из гамельнского вестника. Я такого и не помню, но я там больше не работаю. Ты посчитал одну из моих статей недостаточно оригинальной. Дэнни Дэфон. Дэнни Дэфон. Ты немного похудел что-то. Ты действительно слово в слово скопировал мою статью? Да всем насрать. Гастинг, газета нужна для того, чтобы развлекать людей. Никто из них не помнит, что читал вчера. Я не хочу с тобой драться. Это никого не волнует. Понимаешь, какое дело? Ивды хватит только победителям. А теперь, парни, выберите оружие. Одно, можно сказать, смертоносное, а другого у вас противника, разве что, голова. А что, ветка с набивкой? Острая палка? Эта штука с набивкой выглядит совсем не серьезно. Насколько сильно я не хочу убивать старину Дэнни? Ладно, возьмем. И Дэнни выбирает смертоносное оружие. Ура! Эй, калача, я на тебя поставил. Не оплошай. Выпустите меня отсюда, ребят. Если получится на своей трубой, будет больно. Советую блокировать удары. Блокируйте... Блокируйте удары. Ну, поехали. Слушай. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А где моя Кьюшечка? На! Тихо-тихо-тихо. Получил? Ой-ё-ё-ё. ой 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 слушай одумайся мальчишка держи кажется я страдаю слушай что у него там со здоровьем так что у него со здоровьем нажмите подожди 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 что мне кажется у него здоровье никак не уменьшается похоже на дефо повержен 5 4 3 2 1 что бросить дэни в противников предлагаю добавить жару и дать шанс нашим птичкам если вы поставили на дефо и проиграли то сможете удвоить ставку или что сделать бросить на дамочки и уйдите уйдите на 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 так 1 отъехала так похоже у похоже у меня проблемки у меня проблемки голыми руками придется разбираться с тобой и побеждает артур король парадного района артур можешь идти спасибо что заглянул серьезно что ли воспользоваться лифтом может сначала обыскать ветка взять да девушка как тебя изогнула но она просто без сознания я рад что она так получилось дэнни ты тоже без сознания ты отъедайся старики бросай это дело драться нехорошо совсем может чего-нибудь здесь что-то отлетала выпадала или она просто разрушалась ну все ребят я пошел нормально добылась отлично забраться в лифт ну не знаю куда я сейчас приеду давайте пожелаем ему приятного пути у меня какое-то нехорошее предчувствие у меня какое-то нехорошее присутствие о боже это же не боже что о боже это же не боже ребят я наверно на этом месте сохранюсь остановлюсь о боже это не боже у меня проблемы я вижу со здоровьем надо лечиться надо надо вообще искать где мой ящик где мои все вещи которые так собирал долго и нудно да и вообще выполнять задание добраться до станции но это наверное будет следующий раз спасибо что смотрели пока пока и до новых встреч конечно пока